МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россия высылает дипломатов 23 стран. Великобритания проводит несанкционированный обыск российского самолёта. Москва обещает ответные меры. Новый виток дипломатической войны. Как далеко она может зайти? Это Мир за неделю. Здравствуйте. На бронепоезде маршрутом Пхеньян-Пекин. Зачем Ким Чен-Эн тайно приезжал в Поднебесную? Тревожный Ближний Восток. Палестинцы осаждают границу с Израилем. Повстанцы в Йемене обстреливают Саудовскую Аравию. А в самом Риаде готовятся к войне с Ираном. Старый новый президент. В Египте завершились выборы главы государства. Как наказали тех, кто в них не участвовал? Итак, градус напряжённости в дипломатическом противостоянии России и Запада на этой неделе возрос без прецедента. Почти три десятка стран вслед за Лондоном выслали 140 российских дипломатов. Ответ Москвы, зеркальный, последовал незамедлительно. Теперь уже Россию в спешном порядке покидают дипломаты 23 стран. В Лондоне тем временем без объяснения причины обыскивают пассажирский самолёт российских авиалиний. В Москве требуют объяснения и обещают ответные меры. Мы восстановили хронологию событий этой недели. Дело Скрипалей становится загадкой, расследование которой, похоже, пройдёт в лучших традициях английского детектива. Лондон обвиняют Москву в убийстве бывшего российского разведчика. В Кремле считают нападки безосновательными. Предоставить весомые доказательства пока не могут ни те, ни другие. Россия к этому абсолютно непричастна. Хотя бы по одной простой причине. Для России такая авантюра просто недопустима. Она по всем параметрам нам невыгодна. Вслед за громкими заявлениями в ход пошли реальные действия. Великобритания выслала 23 российских дипломата. Лондон посчитал их сотрудниками разведки, работающими под прикрытием. Аналогичное же решение приняли в администрации президента США. Мы не рассматриваем этот шаг как ответную дипломатическую меру. За ужасающее нападение на британского подданного и его дочь ответственность несёт Россия. Повторяю ещё раз, это означает, что Россия нарушила конвенцию о всеобщем запрещении химоружия, используя отравляющее вещество новичок. И мы отнеслись к этому очень серьёзно. Многие страны Евросоюза, а также другие государства, не входящие ни в НАТО, ни в ЕС, как, например, Украина и Австралия, заявили о намерении в знак солидарности с Лондоном выслать несколько десятков сотрудников российских дипмиссий. Дипломата из Москвы выслают даже Грузия, где посольство России сейчас вообще не работает. Решение коснётся одного из сотрудников российской секции при посольстве Швейцарии в Тбилиси. Это первый случай применения химического оружия в Европе после Второй мировой войны. Он отражает безрассудство и агрессивность образа действий российского правительства, включая украинский вопрос, кибератаки и попытки манипулировать выборами в западных странах. Официальная Москва в ответ предпринимает зеркальные меры и тоже массово высылает сотрудников иностранных дипломатических миссий. В отношении США они включают высылку аналогичного количества дипломатов и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование Генерального консульства Соединённых Штатов в Санкт-Петербурге. В отношении остальных стран тоже зеркально всё. После взаимной экстрадиции дипломатов и так натянутые отношения между Россией, странами Евросоюза и США вполне могут сойти на нет. Сами дипломаты не исключают, что выдача виз россиянам может вообще прекратиться. МИД, конечно, должен всё-таки создавать условия и закладывать какие-то перспективы, чтобы такие ситуации не повторялись. Потому что, конечно, это рано или поздно заводит любую ситуацию в тупик. Сейчас на Западе готовят новые санкции против Кремля. Арест российской собственности в Британии и США, усиление визового режима, запрет для инвесторов покупать российские гособлигации. Наши действия должны стать чётким сигналом для России о том, что любое неприемлемое поведение будет иметь свою цену и свои последствия. Эти меры – реакция на отсутствие конструктивного ответа со стороны России на то, что произошло в Солсбери. Мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который, к сожалению, сейчас является главным инструментом Вашингтона на международное время. А в небольшом городке Солсбери, где всё случилось, продолжают работать криминалисты. На сбор улик может уйти несколько месяцев. Детективы продолжают выяснять, как и где были отравлены Скрипали. Возможно, внести ясность в запутанную историю сможет сама Юлия Скрипаль, которая пришла в создание и заговорила. В общем, очевидно, что Россия входит в самый острый за последние десятилетия кризис в отношениях с Западом. И теперь вопрос только в том, как далеко может зайти это пока ещё дипломатическая война. Своим мнением по этому поводу с нами поделилась депутат Европарламента Яна Том. У меня нет особенно мрачных прогнозов. Я думаю, что ни к чему страшному это не приведёт. Потом, заметьте, Германия выслала четыре дипломата и на следующий день дала все согласования по строительству Nord Stream 2 в своих водах. То есть я бы тут не драматизировала. Я считаю, что всё это неправильно сделано. Но никаких очень жёстких сигналов со стороны Европы всё-таки не подано. Но вот давние оппоненты на другом геополитическом фронте Пхеньян и Сеул на этой неделе сделали ещё один шаг к сближению, утвердив дату двустороннего саммита на самом высоком уровне. Он пройдёт 27 апреля. Это будет третья по счёту встреча лидеров двух стран. Ким Чен Ын и Мун Чжи Ин проведут переговоры на южнокорейской стороне недалеко от границы. Сейчас дипломаты согласовывают все детали, связанные с протоколом встречи и обеспечением безопасности. Между тем, лидер Северной Кореи на этой неделе оказался в центре внимания мировой прессы по другому поводу. Ким Чен Ын впервые с момента вступления в должность, то есть с 2011 года, выехал за пределы страны, совершив тайную поездку в Пекин. Ну как тайную? Вот кадры встречи с Си Цзиньпином. Исключительно протокольные. Однако распространили их уже после того, как Ким Чен с супругой покинул Пекин на легендарном бронированном поезде. О чём он говорил с китайским лидером точно неизвестно. Политологи предполагают, что Ким таким образом заручился поддержкой Пекина в преддверии двух важных событий. Вышеупомянутого межкорейского саммита и возможной встречей с Дональдом Трампом. О быстрых целях и возможных последствиях этого визита мы поговорили с известным корееведом Андреем Ланьковым. С чем связан такой неожиданный визит лидера КНДР в Китае? Ситуация в последний год-полтора складывалась крайне неблагоприятно для Северной Кореи. Решающую роль тут играет фактор Трампа. В Белом доме сейчас проживает американский президент, который, как считают многие, вполне может применить военную силу в Корее. Последние несколько месяцев северокорейцы пошли на совершенно неожиданные и весьма радикальные односторонние уступки. Причина – явное желание снизить напряженность. С другой стороны, разумеется, они схотят вбить клин между Соединенными Штатами и Китаем, убедить Китай в том, что поддерживать нынешнюю жесткую линию Соединенных Штатов, в общем, не в интересах Китая. И подстраховаться, выяснить китайскую позицию на тот случай, если американцы действительно начнут стрелять. Как вы оцениваете итоги визита в Китай? Ну, на этот вопрос точно ответить нельзя, потому что подавляющее большинство итогов являются секретными и, скорее всего, останутся такими на годы и десятилетия. Из того, что известно, а известно повторяю немного, следует обратить внимание на то, что в официальном заявлении китайцы совершенно однозначно выступили против американского варианта с быстрым, решительным, одноразовым ядерным разоружением Северной Кореи и подчеркнули, что разоружение должно носить постепенный характер. Северная Корея, разумеется, сдавать ядерное оружие ни при каких обстоятельствах не будет. Если дело запахнет войной, если выбор будет, ядерное разоружение или война, руководство Северной Кореи выберет войну, чего не хочет никто, включая и само северокорейское руководство. Поэтому в нынешней ситуации китайцы проталкивают единственный реалистичный вариант, так называемую постепенную ядерное разоружение, которое на практике сведется лишь к замораживанию корейского ядерного потенциала и, возможно, его частичному, далеко не полному демонтажу. Это максимум того, на что сейчас можно рассчитывать, и китайцы это понимают. То есть Си Цзиньпин дает понять, что если что, то Северную Корею мы в беде не оставим? Да, разумеется, потому что сейчас один из возможных вариантов, одна из возможных стратегий, направленных на предотвращение военного конфликта, может заключаться как раз в оказании давления на Соединенные Штаты. И по-настоящему это давление может оказывать только Китай. Будут намекать, что, дескать, помогут и поддержат. В то же время, вполне возможно, параллельно идет совершенно секретное какое-то планирование о том, каким образом договариваться с американцами и южнокорейцами, если Северную Корею они попросту сотрут с карты земного шара. Это одно другому не исключает. Можно ли назвать встречи Ким Чен Ына с Мунджином и Трампом успехом северокорейской дипломатии? Я думаю, что это, безусловно, успех корейской дипломатии. Тут у меня нет никаких сомнений. Больше того, я скажу так. Если мы посмотрим на историю корейской дипломатии, что и отец, что дед, Ким Чен Ына всегда ухитрялись перехитрить всех. Именно так семья Кимов остается у власти. Они же за жизнь борются. Дипломаты другой стороны, ну что у них там на кону? Ну карьера, ну повышение. В худшем случае отправится, не знаю, деканом факультета международных отношений, будет мемуары писать. А для северокорейской элиты ошибка чревата смертью. Поэтому они полностью мобилизованы и работают, как говорится, по-взрослому. Ну вот накануне пришла новость, несколько противоречащая мирному дипломатическому настрою КНДР. Как утверждают японские СМИ, со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны, Северная Корея, судя по сделанным со спутника снимкам, готовится к новому ядерному испытанию. Ни в Хиняне, ни в Сеуле эти заявления пока не комментируют. Еще одна из главных тем этой недели – трагедия в российском Кемерово. Сегодня стало известно, что из-за пожара в торговом центре в отставку подал губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. Ухода с поста от него потребовали горожане на стихийном митинге после пожара. Напомню, огонь вспыхнул на четвертом этаже торгового центра. Здание быстро заволокло едким дымом. Люди, спасаясь, прыгали из окон. Те, кто находился в закрытых помещениях, например, в кинозалах, выйти не успели. Задохнулись и погибли в огне 64 человека, в том числе 41 ребенок. Точные причины возгорания пока не установлены. По одной из версий это была неисправная электропроводка, по другой – поджог. Возбуждено дело по трем статьям, задержаны несколько подозреваемых. По информации следствия, в торговом центре не работала пожарная сигнализация, а охранник просто выключил систему оповещения ОЧП. Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия. Не выброс метана где-то в шахте. Неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии. Теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за родильдяйства. Как это вообще могло случиться? После пожара в Кемерово внеплановые проверки торгово-развлекательных центров уже с завтрашнего дня начнутся и в Казахстане. Пожарную ревизию инициировала Генеральная прокуратура. В течение трех месяцев специалисты проверят более 1100 объектов. Помимо торгово-развлекательных центров, списки учебные заведения и дошкольные учреждения. Кровопролитие в секторе газа. 16 человек погибли, сотни ранены в результате стычек на границе Анклава с Израилем. Палестинцы организовали там протест маршем с требованием вернуть захваченные когда-то израильтянами земли. Демонстранты разбили пять палаточных лагерей вдоль разделительного забора и намерены шесть недель стоять лицом к лицу с израильскими военными. По крайней мере, были намерены. Первый же день так называемого марша возвращения стал самым кровопролитным за последние четыре года конфликта. Ну вот МИД Израиля назвал происходящее целенаправленной попыткой спровоцировать столкновение. Администрация Палестины с такой формулировкой не согласна и призывает к срочному созыву Совета Безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в секторе газа. Между тем, с новой силой может разгореться другой конфликт на Ближнем Востоке, Йеменске. Местные повстанцы «Хуситы» на этой неделе выпустили семь ракет по Саудовской Аравии. В Королевстве баллистические снаряды перехватили, однако жертв избежать не удалось. Обломки сбитых ракет упали на жилые кварталы столицы Королевства. Один человек погиб и двое ранены. В Эр-Риаде увидели за атаками руку Ирана, обвинив Тегеран в незаконных поставках вооружений «Хуситом». Наследный принц Саудовской Аравии даже заявил, что между Королевством и Ираном может разразиться война через 10-15 лет. Если усилия Риада по недопущению военного конфликта не увенчаются успехом. Обострение обстановки на Ближнем Востоке отразилось на котировках нефти. Цена на эталонные сорта черного золота пошла вверх. Еще в начале марта стоимость Юкерса «Брэнд» была на уровне 65 долларов. К концу этой недели за баррель североморской смеси уже давали 70. Сегодня нет в нашей постоянной рубрике «Цифра недели». 416 юаней за баррель – это отправная точка торгов нефтяными фьючерсами на шанхайской бирже. В понедельник Китай официально запустил торги контрактами на поставку черного золота. При этом, отмечу, подготовка к запуску нефтяного фьючерса в юанях заняла 17 лет. Эксперты считают, что такой шаг приведет к укреплению глобальных позиций китайской валюты. Достаточно знаковое событие. Если прибавить к этому построение Китаем собственной платежной системы, планируемое открытие финансовых рынков, то это, безусловно, будет играть роль в интернационализации юаней. Вместе с тем, процесс займет какое-то определенное время. В течение 3-5 ближайших лет значение юаней финансовой системы существенно вырастет. И еще о не менее интересных событиях в мире коротко. Завтра в Египте официально озвучат итоги трехдневных президентских выборов. Это лишь формальность. Заранее было известно, что победу одержит действующий глава государства Абдель-Фатах Ассиси. Вопрос был только в явке. Для ее повышения в Египте обычно прибегают к суровой мере. Не пришедших на участки штрафуют. За неучастие в выборах без уважительных причин приходится платить 500 египетских фунтов. Это около 9 тысяч тенге. Но штраф, похоже, египтян не пугает. Явка, по предварительным данным, составила около 40%. На территории Афганистана орудует около 3000 боевиков Тегил. 80% из них иностранцы. Об этом заявили представители региональной антитеррористической структуры ШОС. По словам военных экспертов, в отличие от талибов, радикалы Тегил хотят создать квази-государство, включив в его состав территорию Афганистана, Ирана, Бангладеш, Пакистана и Индии. Ситуация в Афганистане на фоне наступления Тегил и продолжающихся боевых действий правительственных сил с талибами в последние месяцы значительно ухудшилась. Дизельный скандал вынудил немецкий концерн Volkswagen выложить десятки миллиардов долларов для выкупа у США сотен тысяч автомобилей. Однако сегодня все эти машины находятся на так называемых дизельных кладбищах в Калифорнийской пустыне. Таких стоянок там 37. Судьба авто, медленно разрушающихся на жаре, пока неизвестна. Возможно, хотя бы часть из них концерну удастся переоборудовать и адаптировать под существующие стандарты. В Берлине начались испытания электрических автобусов-беспилотников. Они будут курсировать по кампусам крупнейшей университетской клиники Европы. Максимальная скорость таких автобусов всего 12 километров в час, что, по мнению разработчиков, делает их безопасными. Ну и напоследок. Пока в Казахстане погода не балует и весна на большей территории страны никак не наступает, в Японии из-за теплой весны раньше срока расцвела сакура. Любование этими нежными цветами в стране восходящего солнца – особый вид искусства ханами, который, согласно древней японской легенде, может продлить человеческую жизнь. Ну что же, давайте полюбуемся вместе. Продолжение следует... На этом ставлю точку. Увидимся через неделю. Субтитры подогнал «Симон»